Она показывает все запущенные в данный момент приложения, которые висят в системе. Вот вы видите, у меня доступно 31 мегабайт памяти. Обычно у меня свободно где-то мегабайт 45. Но так как у меня сейчас запущен вот этот видеосервак, с которого мы сидим через интернет-эксплорер, то есть мы можем посмотреть, какие приложения у нас запущены. Вот допустим, мы никогда не отключаем клавиатуру, то есть мы можем нажать Ignore, и она не будет отображаться в TaskKiller. То есть она просто потеряется, и как бы эту службу нам показывать не будут, то есть она по мозгам давить не станет. Также любое приложение выбираем, просто килуем его и убиваем. То есть все. Очень полезная программка, но если вы не хотите делать все это вручную, я вам так скажу, есть такое понятие приоритетов в Андроиде. То есть допустим, есть такие приложения, которые невозможно закрыть. Если вы их закроете, то как бы планшет просто зависнет. И поэтому вот есть такой виджет очень хороший, то есть вы просто на него кликаете, вот вы видите крестик, вы кликаете на этот виджет, он идет с этой программой, и виджет автоматом стирает все программы, которые системе не нужны. То есть у вас банально останется настройка, там модуль телефона, клавиатура и все. То есть таким образом вы можете освободить, ну, за раз, наверное, мегабайт 60 эта программа, 60-70 это вам спокойно откинет. То есть если у вас вот тормозят игрушки Angry Birds или еще что-то, просто-напросто. Мало того, что мы с вами так систему почистили, автозапуск и прочее, вы еще тапаете перед запуском каких-нибудь игр, вот на этот виджет и все. Почему я сейчас не могу тапнуть, потому что если я тапну, у меня вот закроется это приложение, через которое я снимаю вам видео, потому что оно не приоритетное. Идем дальше. Есть такая программа Swapper. Я думаю, она будет полезна тем, у кого очень, каким-то образом вы очень сильно загрузили оперативную память вашего девайса. Значит, что делает эта программа? Заходим в Settings, они просто не поместились тут. И здесь вы выбираете запускать Swapper при старте. Еще раз говорю, Android это Linux, только очень хорошо обтянутый в рамке телефона. Значит, мы просто выбираем Swapp Place, куда кидать файл Swappa. Еще раз говорю, Swappa это дополнительная оперативная память, такой файли, который монтируется в нашу систему с правами Root. То есть, по сути, это все файлы, которые не поместились в мою оригинальную оперативную память, там 250 МБ у нас, по-моему, на планшете или даже больше, я не помню. То они будут помещаться в этот Swapp файл. То есть, мы можем выбрать размер Swapp файла. Его рекомендуется 32, но можно поставить вплоть до 256. И Swapp Size, то есть уже, и Swappiness. То есть, именно сколько всего можно накидывать в этот Swapp файл памяти. То есть, в принципе, можно сделать Swapp на 256 и закидывать туда 100 МБ активной информации. Но рекомендуется 10, то есть, это такое оптимальное решение, чтобы и карта памяти не грузилась, и как бы система адекватно работала. Почему, значит, такой маленький, но вы не забывайте, что у кого-то может быть карточки SD первой категории, то есть, по сути, это карточки, которые работают даже быстрее, чем флешка. То есть, в зависимости от ваших потребностей все это настраиваете. Значит, Save Unmount, Save Remount – это безопасное извлечение в случае, если вы монтируете свой планшет к компьютеру в качестве жесткого диска. Но так как я все делаю через Wi-Fi, у меня эти параметры отключены. Я же вам советую включить, чтобы как бы система адекватно реагировала на Swapp. Значит, сейчас этот Swapp работать не будет, потому что нужно скачать специальный BusyBox. То есть, жмем Settings, выбираем BusyBox. И видите, у меня он уже скачен, то есть, мне можно его удалить. Вы жмете Download. Все. После того, как вы настроили все это, вы нажимаете на Swapp, и все, у вас создается Swapp-файл. Но у меня этот Swapp-файл уже есть, то есть, я сейчас покажу вам. То есть, я захожу в файловый менеджер, захожу на корневую папку. И вот, пожалуйста, вот этот Swapp-файл, Swapp-файл SVP. Это и есть наша дополнительная оперативная память. То есть, свойства. И как и было задано. То есть, вот он монтируется, 32 МБ, и 10 МБ файлов сюда кидается. Карточка у меня, сейчас скажу, третьего класса. То есть, ну, это такая неплохая серединка. Но если бы у меня была карточка поднаружи, я бы, наверное, поставил смело сюда 100 МБ. Потому что эти карточки, по сути, могут заменить технологию, там, Ready Boost на Windows Vist. Так, в принципе, что можно еще показать? Есть такая хорошая программа API Android. То есть, если вы пользуетесь только Wi-Fi и мобильным, как GSM-оператором, не пользуетесь в качестве загрузчика, как выразится. Вот, кстати, видите, полезла реклама. Потому что я отключил, как бы, Adblock, чтобы он не тормозил систему во время записи скринкаста. Значит, вы видите, я отключил свой 3G, EG, GPRS модуль для загрузки интернета. И также выключил все APN. То есть, у меня есть, вы видите, вот у меня есть интернет на устройстве. Но у меня этот интернет только посредством Wi-Fi. То есть, обычную, ну, как, сотовая, трафик сотового оператора я вообще не трачу. То есть, по сути, я как положил 100 рублей несколько месяцев тому назад, так они у меня и лежат. Потому что я с планшета редко звоню, обычно мне звонят на него. И, короче, вот так вот. То есть, давайте пробежимся по программам Adblock, APN Droid, AutoStarts, F-Droid, Routine Installer, Swapper и TaskKiller. То есть, в принципе, потратив на все это один день, на вот эту установку всех приложений, потом ваш планшет просто будет до безумия шустрый. Давайте просто прикинем, вот, как бы все, я снял скринкаст, мне не нужно это все, давайте... А, ну нет, я все равно не смогу вам показать, сколько памяти освободится. Хотя, знаете, давайте мы поступим так. Значит, я вот включаю свой девайс. Я снимал это все на свой смартфон, потому что планшетник у меня разрядился, я не дома, мне нет возможности зарядить, я тапаю, и программа, вот, было свободно... Было, то есть, свободно всего 23, а теперь свободно 83. Но, как бы, тут не видно, что 83, а нет, видно, почему нет. Вот, свободно у меня 83. То есть, за раз эта программа очистила лишние 70 мегабайт памяти, грубо говоря. То есть, и то у меня это разгруженный смартфон. То есть, вы видели, как я четко подошел к таким параметрам, как автозагрузка и тому подобное. То есть, у меня, в принципе, эталоно настроенный смартфон. Он вообще летает у меня. Хотя, это бюджетная версия, я его очень разогнал. Значит, почему не показываю видео с планшетом? Потому что, ну, во-первых, он разряжен, а во-вторых, у меня, как вы видите, я снимаю все это с нетбука. То есть, со своего рабочего, который я беру с собой, ноутбук я обычно оставляю дома. И просто было бы не актуально, потому что разрешение нетбука 1024, планшета 800 на сколько-то, то есть, или 600 на сколько-то. То есть, банально бы просто не влезло, потому что и телефон мой не влазил в размеры браузера. Но так как система абсолютно одна и та же, что там 2.3, что у нас 2.2, что там 2.2. И вообще, инструкция под все андроиды, она абсолютно одинаковая, потому что андроид это одна и та же общая экосистема. Значит, спасибо, что смотрели. Сейчас мы разберемся, что будем делать дальше. Но как бы Олег группу нашу не бросает, он будет дальше ее поддерживать. Тем более, может быть, еще найдут его планшет. Давайте вместе сдержим кулачки и попросим, что, надеемся, что он найдет свой планшет, потому что все-таки это он идеолог нашей группы. И я тоже буду всячески стараться. Вообще, у меня еще как бы неделька тяжелая будет, а потом я уже нормально буду выпускать. Ну, вы хотя бы ждали этот выпуск, и я надеюсь, что он вам всем будет очень интересен. Спасибо, что смотрели. Как бы, ребят, ну, и сами как-нибудь старайтесь поддерживать группу. Я вижу, что мы очень дружные, друг другу все советуем. На стене всегда найдется человек, который поможет ответить. Продолжаем так и дальше. И через какое-то время сейчас группа заработает с новой силой и с новыми силами. Ну, время... Я, короче, залью видосы и спать. Спасибо, что смотрели. Счастливо всем.